Всем большой привет, доброе утро! У меня сегодня выходной, я всегда так радуюсь, хотя работаю немного, значит, что у меня есть время поделать что-то для себя. Поделать это значит повязать. У меня куча планов, и мне нужно срочно заканчивать все текущие проекты, носочные, водолазные и так далее, чтобы начать что-то новое. Так что новое вряд ли я вам покажу в этом видео, но прогресс по текущим будет точно. И плюс у меня еще есть планок связать изделие для себя из пряжи Лана Гросса, которую я выбрала в магазине, где работаю. Покажу вам, какие варианты я рассматриваю, может быть, вы мне есть кто-то посоветов. И все, но я уже буквально вот на завтра хочу приобрести пряжу на новый проект. А сейчас я иду по такой красивой дорожке, усыпанной кленовыми листьями на маникюр. Уже немного опаздываю, но решила воспользоваться моментом, минуткой и маленечко подснять видео для нового влога. Покажу вам потом, что интересненького у меня получилось. По дороге такие красивые цветочки мне встретились. Потрясающая, конечно, погода стоит. Конец ноября. А что-то еще даже цветет. Так, ноготочки готовы. Такие красивые они получились. Немножко блеск. Вот, довольна. Нарядненько. Иду домой. Буду вязать теперь. А вот и, собственно, три варианта пряжи на мое будущее изделие. Первый из них это Бригитт номер два, цвет 45. Такой красивый. Я даже не знаю, как его позвать. Он, кстати, в жизни немножко не такой яркий. Это альпака, хлопок и шерсть. Абсолютно натуральный состав. Похожий на Drops Air. И, возможно, кстати, это аналог Drops Air. Да, только состав немножко другой. 140 метров на 50 грамм. Второй вариант это Экапуна. Тоже в похожем цвете. И с похожим составом. Шерсть альпака. Хлопок. 50 грамм. 212 метров. Такая тоненькая ниточка. Наверное, на тройке. На 3,5 ее надо вязать. Выглядит очень красиво. Это практически Бригитта, только тоненький аналог. И третий вариант, который на данный момент мне нравится больше всего, это Сета Сури. Это альпака Сури на шелке. 69 на 31,25 грамм. Не успела прочитать, сколько метров. Около 212 тоже. И вот такие вот у меня мысли. Привет еще раз. Хочу дополнить немножко эпизод про пряжу. У меня появилось стойкое желание сменить цветовую гамму, которую я использую в своих вязаных изделиях. Отойти от серого, от оттенков бежевого, коричневого. Что-то новенькое привнести. Немного цвета. На меня так стали влиять коллеги, которые очень ярко одеваются. И самое главное, что им эти яркие цвета очень идут. И они абсолютно не понимают, почему я такая вот бледненькая хожу. Хотя мне тоже можно принарядиться. И вот я выбрала для себя три варианта пряжи. И на данный момент мне больше всего импонирует Сета Сури. После того, как я связала блузу по описанию пяти днят, в прошлом видео вам показывала готовую работу, у меня возникло желание ее повторить. Всегда так у меня случается, когда проект удачный, я хочу вязать. Вот я связала два жилета по описанию Лены Яковлевой. Две водолазки, можно сказать. Вязала и кардиган Скай на повтор. Правда, не довела до конца, там пряжа не подходила просто под этот проект. Марвел свитер тоже два я отвязала. И лапопейсу я эту хочу обязательно повторить. Но я вязала себе и мужу, и для себя еще хочу одну. В общем, это показатель того, что мне очень нравится описание. Оно очень хорошо построено. И хорошо, главная вещь, сидит на мне. Так вот, вернемся к цветам. Конечно же, что-то суперяркое пока я не хочу. И я не уверена, что мне это подойдет. Но вот из всех трех моточков нравится мне Сатасури в таком оттенке. И хочу связать еще раз блузу, да, как я уже сказала, по описанию пяти дней. Что еще? Наверное, все. Буду постепенно экспериментировать с цветом, искать себя. К нам приходит очень много клиентов, которые выглядят просто потрясно. И все они такие яркие. Не в плане неоновый, розовый, салатовый. Нет. Но ни черное, ни серое, ни коричневое. То есть, каждая для себя нашла какой-то цвет. И его сочетание с другими оттенками. Они так красиво одеваются и вяжут. Все супер-потрясные вещи, которые мы тут. И я тоже хочу попробовать что-то. Я когда выложила фотку в инстаграм с этими моточками, услышала несколько абсолютно противоположных мнений. Кто-то мне писал, что тебе 100% пойдет, покупай вяжи. А кто-то, в том числе специалист по цветотипам, который занимается этим профессионально. Эта девушка, привет вам, кстати, большой, написала мне, что нет, ни в каком случае у тебя холодный. К тебе идут холодные цвета. Все-таки они теплые. Я не уверена, потому что, опять же, от другого специалиста я слышала, что мне тут теплый. Я запуталась, я не знаю, поэтому хочу просто методом проб и ошибок найти себя, найти то, что мне идет. Вот. Пока хочу показать вам то, что я связала. Связала я две пары носочков, которые уже мелькали в моем прошлом видео. Теперь они обрели законченную форму. Они постираны, высушены. И первые это носки по описанию Ани Жильцовой. Тауэрсокс из реги 6-ти нитки. Есть у меня такие уже красные и еще будут темно-темно-серые, то есть черные с цветными крапушками. Буду как бы мне научиться ловить фокус, вот скажите мне. Буду вязать еще третью пару, и я надеюсь, что все эти носочки будут проданы на ярмарке, которая будет буквально через полторы недели. Такие красивые. Дальше вторые носки я вязала для брата из пряжи Аустерман Степ Классик. И я просто в диком восторге от этой пряжи. Она супер мягкая, супер приятная для вязания. У меня, ну прям не знаю, что сказать. Надо пробовать еще, еще в каких-то других цветах я тоже такие нейтральные взяла. Джинсовые, такой синий и темный-темный-зеленый. Надо еще что-то для себя светленькое взять, поярче. Простые носочки, лицевая кладь, ничего в них примечательного. Примечательная здесь пряжа. Я думаю, что эти носки будут долго носиться и греть моего брата. Поближе опять сделаем. И чтобы посмотрели, какая она красивая, ровненькая, суперская пряжа. Сейчас я вяжу носки для папы, точность такой уже. Пляжа Аустерман, с второго моточка, другого цвета. И показывать уже не буду. Наверное, в следующем видео постараюсь закончить их и показать вам целиком. Дальше. У меня есть продвижение по своему долговязу, по водолазке, по описанию Лены Яковлевой. Вот на таком сейчас этапе я нахожусь. Видишь, красивый такой цвет. Ну вот, теплый же цвет, да? Не идет, мне кажется. Связала я чуть меньше, наверное, того, что было. Учитывая, что я один ряд вяжу 7 минут, это довольно много. Я особо не тороплюсь уже. У меня, в принципе, появилась новая вещь. Есть что надевать. И потихонечку повязываю в перерывах между носками, вечерами, после работы. Буквально там часик уделяю этому процессу внимание. Так, на этом пока все. Сейчас хочу вставить небольшие кадры из нашей поездки на велосипедах в город Бат-Урах. К водопадам. Мы там уже были много раз и на велосипедах, и на машине. И возили туда туристов показать эту красоту. И хочу с вами поделиться этой поездкой. А уже после этого вернемся снова к вязанию на столе. Покажу вам кое-что интересненькое. Всем привет. Сегодня решили все здесь покататься на великах. Довольно-таки далеко, поэтому едем на поезде до определенного города. А дальше уже, так сказать, не на своих, не на колесах будем двигаться. Едем в Ат-Урах, там водопад, там очень красивый вид с горы. Андрей уже ищет маршрут, по которому мы поедем. А мы уходим. В общем, воду снимают периодически. Забрались на гору и сделали небольшой привал. Тут так красиво. Туман. Лес. Какая-то лесопилка. Ну, видео, наверное, не так передает, как оно в реале. Но выглядит очень атмосферно. Класс. Почти приехали до пункта назначения. Вон там вот между двух холмов будет водопад. Сейчас будет такая красивая дорога, в то ли ручья, собственно, из которого, точнее, ручей, который образуется из водопада. Очень там красиво, но ехать и снимать невозможно. Ну, это прям очень жаль, потому что делать. Забрались на самый верх, но ручей пересох, и водопад тоже не такой активный, как был он пару раз, когда мы сюда приезжали. Зато такой шикарный вид на всю долину. Потрясающе. Давно не были мы наедине с природой. Закончилось наше путешествие короткое. Хорошо прогулялись, подмёрзли и поняли, что зимой, наверное, ездить не получится у нас на великах. Очень холодно. Получится. Получится, да. Только что говорил, что не получится. Тепле одеваться надо. Да, да. Куда ещё тепле? Мышь, как снеговик на велике. Короче говоря, едем домой, ждём поезд. Перед тем, как мы будем снова говорить о вязании, хочу сделать небольшое объявление. Напомнить о том, что стартовал проект Тайна Санта, который проводит Катя Ра. И вы, если не участвовали никогда, можете это сделать. Проходите к Кате в инстаграм, в шапке её профиля будет ссылка. Вы там всё поймёте. В этом году участие платное. Оно стоит символических денег. 150 рублей или на евро это где-то 2-2,5. Для тех, кто живёт в Европе, можно оплатить через PayPal или по кредитной карте. И я призываю, особенно девчонок из Германии, поучаствовать, чтобы у нас было как можно больше, чтобы мы смогли подарить друг другу эти незабываемые положительные эмоции, ожидания, чуда. Вот этот вот момент вскрытия посылки, получения, это просто супер. Я сама с нетерпением каждый год жду этот проект, а также Тайный Мартин, который проходит в честь праздника 8 марта. В общем, напомнила вам очередной раз, пожалуйста, поторопитесь, заявки принимаются, если я не ошибаюсь, до 20 ноября. А вот и мои новости. Пряжа, которой я давно мечтала на самом деле. Это Лана Гросса Перфортуна. Очень многие из неё уже вязали, я видела, очень часто мелькали посты в Инстаграм и видео на Ютьюб. Я всегда держала мысль о том, что когда-нибудь я из неё тоже повяжу. И вот, она у меня появилась. Рассказываю предысторию. Почему у меня к ней особо трепетное отношение? Дело в том, что мой первый джемпер, который я связала по платному описанию, и первая пряжа, которую я заказала в онлайн-магазине, была Нака Париж. Помните такая пушистая ниточка? Я, наверное, сейчас отлистаю ленту своего Инстаграма в самый-самый конец и вставлю вам фотографию этого джемпера. Я тоже насмотрелась на тот момент лет уже, наверное, 6 назад, видео на Ютьюб, что многие хвалили её и заказала. Действительно, она очень мягкая, приятная, хотя на 100% синтетическая, но по ощущениям она вот примерно такая же мягусенькая, как Перфортуна. Хотя здесь, в отличие от Нака Париж, 74% хлопка и сразу метраж, там 190 метров на 50 грамм. Спицы 4-4,5 рекомендуют. В общем, она мягусенькая, очень приятная, я джемпер этот с удовольствием надевала, и он до сих пор жив. Хотя прошло уже много лет, мама стирает его в машинке и надевает на дачу. Ей он тоже нравится, поэтому я себе хотела всегда какую-то альтернативу, но уже из пряжи, наверное, посолиднее, если можно так сказать. В общем, недавно смотрела видео Лёны Теречниковой, она связала себе как раз-таки джемпер из Перфортуны чёрного цвета. У меня снова появились мысли, что мне надо, что я хочу. И тут у неё выходит пост, что она объявляет тестирование, и я сразу же подписалась и захотела участвовать. Забыла просто моментально про Седа Сури, про Бригиту, про Экапуна, про все эти яркие цвета. И на работу на следующий день, когда пошла, сразу же купила, воспользовалась своей скидкой сотрудникам. Купила вот эту пряжу опять в таком нейтральном цвете. На самом деле там выбор, в принципе, большой был, но к моей внешности вот это, наверное, самое подходящее. Но ещё чёрный. Чёрный тоже хорошо смотрится. У меня 6 мотков, это 300 грамм, и производитель обещает, что на размер 38-40 как раз-таки 300 грамм и нужно. А так как у меня размер 32-34, мне этого хватит с головой. Ну и Алена в своём видео тоже рассказывала, что у неё на джемперы в полуобхвате 50 сантиметров хватило, если я не ошибаюсь, 5,5 мотков. Или даже 4,5 мотка. По-моему, 4,5 мотка, да. Вот. Потрясающий расход, 190 метров, ну, нормально-таки должно быть. Буду, буду, буду вязать очень скоро и рассказывать про этот шикарный процесс. На этом буду заканчивать своё видео. Спасибо большое, что посмотрели его. И встретимся с вами обязательно в следующих роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok